Я люблю играть в шахматы. Кто тебя научил? Расскажи, с кем ты играешь? Часто ли получается выигрывать? Как я научился? Меня научила мама. Получается ли у меня выигрывать? Ну, бывает и поражение, бывает и победа. А чем ты мечтаешь? Стать директором крупной компании. Для Димы шахматы это нечто большее, чем просто игра. Совсем по-взрослому обдумывает каждый ход и старается предугадать тактику соперника. София играет на фортепиано и замечательно поет. А недавно здесь был кандидат в мастера спорта по футболу. В социально-педагогическом центре Бреста много талантливых детей. Но у каждого ребенка своя судьба. И поэтому важен индивидуальный подход к каждому, чтобы раскрыть эту неповторимую личность. Помочь детям найти свое место в жизни. С малышами это научиться разговаривать, складывать свои, понимать, повысить общий уровень развития. А для более старших детей понять, что произошло в их жизни, почему, и помочь им найти свой путь, построить свой путь жизни. Вот здесь, видя, какие дети приходят и какие они от нас уходят, мы видим, что здесь мы действительно чего-то добиваемся. Потому что социализация ребенка – это очень-очень большой момент в данном случае. И эти дети, которые приходят замкнутые, закрытые, они даже не разговаривают некоторые, не общаются. Уходя от нас, они, ну, не то, что они совершенно другие, но они немножко меняются в лучшую сторону, я думаю. Это нечто большее, чем просто работа, признаются сотрудники центра. Невозможно общаться с детьми, не вкладывая в них частичку своей души. Наладить эмоциональные контакты и подарить свою заботу – безусловно, главная цель тех, кто работает в социально-педагогическом центре. Но не менее важно, чтобы воспитанники были обеспечены всем самым необходимым для учебы и повседневной жизни. Готовясь сейчас к новому учебному году, хочется отметить, что все дети у нас обеспечены всем необходимым новой школьной формой, новой обувью, канцелярскими товарами. В этом году у нас два первоклассника, мы очень рады этому. И вот совсем скоро от нас три наших выпускника продолжат обучение в училищах и лицеях города Бреста. Наша страна сейчас находится в преддверии знаменательного события. Начинается День знаний, 1 сентября. Это традиционно. И мы, депутаты, тоже участвуем в этих таких акциях, которые проводятся к этому дню. Но я тоже пришел сегодня в этот коллектив, чтобы поздравить наших детей. Настоящие, чистые, искренние дети из нашего сюжета такие же, как и все остальные. И пускай сейчас они попали в сложную жизненную ситуацию, завтра обязательно все переменится к лучшему. Ведь добро всегда побеждает зло, а за темной полосой обязательно следует светлое.